Прошедшая неделя, безусловно, прошла под знаком вот таких вот дополнительных выходных. Трудно описуемое явление, вроде и не локдаун, вроде и свобода передвижения, но тем не менее какие-то ограничения добавились и прочее, QR-коды. Народ стал разбегаться, отдыхать кто в Крым, кто и подальше. На улицах того города, где я сейчас нахожусь, далеко за границей, очень много русской речи, очень много русских туристов, такое ощущение, что пол Москвы тут собралось. Ну да ладно. Конечно же все мысли и разговоры были сконцентрированы вокруг вот этих вот ограничений, будут ли они продлены, добавят ли еще выходных. Многие уже заметили, что на прошедшей неделе оперативного совещания в правительстве республики не было, соответственно мы и не делали выпуск, посвященный оперативке, что слегка разрядило нашу эфирную сетку. Но тем не менее некоторые признаки жизни от Хабирова и его команды в общем-то поступали. Мы все видели вот этот пост ради Фаритовича, где он зачем-то надел на себя майку со строгим крымским Путиным, жарил шашлыки, впрочем, в этой майке Хабиров и произнес весьма замечательную фразу, по крайней мере он ее написал в своих соцсетях. И звучит это так, есть три вещи, которые хочется делать, спать, есть, готовить и читать. Ну вообще-то это четыре вещи, ради Фаритовича, но тем не менее Хабиров четко обозначил то, чем он занимался в эти выходные, судя по всему, и чего и всем желал. Из печальных новостей этой недели пришла новость буквально вчера о том, что умер от ковида бывший мэр Стерютамака Куликов. Владимир Куликов скончался в РКБ-2 города Уфы от ковида. Надо отметить, что Владимир Куликов был дважды вакцинирован от ковида и, к сожалению, это ему не помогло. Вообще, должность мэра в Башкирии становится чрезвычайно опасной. Уже не единичные случаи смертей мэров, ну и достаточно большое количество мэров, если не умерли, то находятся под следствием. Мэр Кумертау Беляев под домашним арестом. На этой неделе стало известно, что экс-мэру Белорецка Миронову предъявляются вот-вот обвинения в превышении должностных полномочий. В общем, мэром при Хабирове быть очень и очень небезопасно. На минувшей неделе все-таки открыли вставку Бельского моста. Не обошлось без курьезов. Господин Греков, мэр города Уфы, трижды бросал озимь бутылку с шампанским, и она не разбивалась. Потом ему поменяли эту бутылку на какую-то, видимо, более бьющуюся. И ему, в конце концов, удалось разбить эту бутылку. А таким образом он почему-то решил осветить этот мост. Странная традиция. Обычно, конечно, разбивают шампанское о борт корабля, но Греков показал, что мост это тоже корабль. Вообще, это очень символичная история. Она очень характеризует и иллюстрирует сущность нашего нового городоначальника. Человек, который ничего не может сделать с первого раза. Да и со второго тоже не может сделать. С третьего кое-как, если бутылку поменяют. Вот такая вот история. Впереди у нас история с 20 ноября, к которому мы ждем открытия окончательной готовности улицы Комсоморской. Посмотрим. Не буду ничего пока говорить, но до 20 числа подождем. 20 будем посмотреть. Ну, вообще, конечно, вот это время сейчас в Башкирии, это время временных решений. Простите за тавтологию, но вот эта вся команда Хабирова и все эти Грековы, это все такое временное, все такое утлое, все такое с третьего раза. Вот, в общем-то, какой-то символ нашего безвремения. Ближе к концу недели стало известно, что Хабиров не продлевает выходные дни в Башкирии, так же, как это происходит и в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации, в некоторых регионах продлевают. Ну, собственно, я лично не ожидал ничего другого от него в этом смысле, потому что уже заранее было объявлено, что в Башкирии с ковидом все замечательно, что мы там чуть ли не единственный регион в России, в котором нет роста заболеваемости и так далее, и так далее. Вот на этой неделе вышло заявление Минздрава о Башкирии, что мы вышли опять на какое-то плато, помните, да, уже в прошлом году говорили мы про это плато, 700 человек в день заболевают ковидом, из них 40 умирают в сутки, и вот это они называют плато. Ну, аналитика, которую сделал, например, московский физтех, который проанализировал данные по ковиду по регионам, говорит о том, что в Башкирии от 15 до 20 процентов госпитализируемых с ковидом умирают. Вот такая вот страшная цифра, 15-20 процентов госпитализированных с ковидом в Башкортостане отправляются на тот свет. Ну, еще из новостей о ковиде, это то, что Минздрав Башкирии заявил о том, что уже в ноябре начнется вакцинация подростков. Вот тут сразу вопрос. У меня вопрос. Параллельно начнется шантаж о том, что те, кто не привился, не попадают в школу, или чуть позже? Когда начнутся ставить вот эти условия, как по поводу работодателей, которым сказано, что если к 18 декабря ваши сотрудники не прививаются, то вы будете их отстранять от работы без сохранения заработной платы. Вот так уже сейчас звучит. Про школьников так же будет. Если к какому-нибудь числу школьник не привьется, то его, наверное, не пустят в школу. Я вот предполагаю. Соответственно, тут как бы много опасений, и я уже слышу рассуждения о том, что многие родители будут противостоять этому. Понимая, что вакцина работает как-то неоднозначно, хотя бы на примере покойного мэра Стерлитамака Куликова, который покинул этот мир, будучи дважды привитым. И умер именно от ковида. Вот здесь, конечно, вопросов очень много, и про детей эти вопросы тоже неизбежно будут возникать. В республике Башкортостан сложился какой-то совершенно аномальный сезон жалоб руководителю следственного комитета господину Бастрыкину. Жалуются буквально все. Дольщики, черняковские дворники, адвокаты, юристы, работники скорой помощи почему-то обращаются именно к Бастрыкину. Бастрыкину уже в отчаянии прислал сюда какую-то комиссию проверять. Следственный комитет Башкортостана в чем дело, почему столько жалоб, значит, и в чем столько разнообразных жалоб. Следственный комитет Башкортостана тоже не сидит сложа руки в ответ. Возбуждают уголовные дела на жалобщиков, я имею в виду вот этих двух адвокатов Буркина и Войцеха, которые обвиняются в разглашении какой-то личной тайны и попытки влиять на следствие или препятствовать расследованию уголовных дел. В общем, идут бурные процессы вокруг Следственного комитета, но очевидно то, что действительно в Следственном комитете Республики Башкортостан не все, слава богу, если вот столько нареканий, причем из самых разных сторон. Но вот Буркина и Войцех уже схлопотали по уголовному делу, видимо, черняковским дворникам надо приготовиться. Нам на почту пришли видеокадры горящего полигона твердобытовых отходов в Чешмах. Власти прокомментировали, что у них есть подозрение, что это поджог. Ну, все идет по кругу. Мусорная реформа в Башкирии, провалившись окончательно, закончилась просто горением полигонов, тем самым каким-то образом, видимо, очищаются пространства для дальнейшего складирования мусора, надвигается на нас поднятие цены за вывоз мусора, неизбежное поднятие цены. Каким-то образом, видимо, надо это объяснить. Но злодейские поджоги полигонов продолжаются. Помните, да, когда загорелся Уфимский полигон, Хабиров там топал ножками и кричал, что он там распнет всех, если вдруг загорится эта свалка, она загорелась, он никого не распял. Судя по всему, это какая-то общая схема, которая работает для всех полигонов во всех районах республики. Собственно, вот этими пожарами и подъемом цены, видимо, вся мусорная реформа не ограничится в Башкирии. Многие в сельских районах мне сообщают о том, что у них как не было, так и нет никаких контейнерных площадок. Как не вывозили мусор, так и не вывозят. Но зато единственное, чему научились власти в период вот этой мусорной реформы, это слаженно и вовремя собирать плату за вывоз мусора. На прошедшей неделе стало известно, что, отчаявшись справиться с количеством обманутых дольщиков, поставлена задача избавиться от них совсем в прямом и переносном смысле к 2023 году. То есть осталось-то всего ничего два года. Власти Башкирии нашли новый вариант решения этой проблемы. Надо сказать, очень островный. Они стали сокращать количество людей, включенных в реестр обманутых дольщиков. Известно, что если вы не включены в этот реестр, то, соответственно, вы не считаетесь обманутым дольщиком. Как бы там ни было и как бы ни складывались обстоятельства ваших жилищных проблем. То есть стало известно, что такая схема теперь работает. Например, недобросовестный застройщик начинает строить дом. По документам он шестиквартирный, а застройщик строит восьмиквартирный дом. Потом он что-нибудь там не достраивает, пропадает, банкротится, убегает. Обманутые дольщики. И вот те дольщики, которые купили квартиры в седьмом и восьмом подъезде, который не был указан на плане, не будут включаться в реестр обманутых дольщиков. Вот такую хитрость придумал наш Минстрой. То есть вы хоть треснете, вас нет. Вас не существует. Как бы вот такая вот история. Ну, может быть, через суд возможно попасть в этот реестр, но, по крайней мере, процедура попадания в число обманутых дольщиков стала существенно сложнее. Ну, тут можно понять власти, потому что собственных средств у них не осталось. Деньги прогуляли на фольклориады и прочие фестивали. А вот на строительство домов, потому что даже через вот этот фонд помощи обманутым дольщикам, там тоже предусмотрено некое 12-процентное участие региона в достраивании. То есть хоть фонд и дает 88%, но 12% должен дать регион. И посчитав, что 12% от тех более чем полутора сотен домов, которые нужно достраивать, либо компенсировать, это гигантская сумма, которой у Хабирова и его команды уже нет, они решили сокращать этих дольщиков. Это, конечно, очень пугающая тенденция. На прошедшей неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки заключения антиконкурентного соглашения при реализации проекта карты ОЛГА. Кто бы сомневался вообще, если честно, потому что все, что делается по инициативе вот этой команды ХА, команды Хабирова, все, в общем-то, носят признаки вот этой вот, как тут сказано, антиконкурентного соглашения. Все делается в пользу своих каких-то друзей, знакомых, каких-то подконтрольных фирмочек и прочего, и прочего. Ну, помните, как елочки покупали, да? До сих пор же так и непонятно, вернули деньги в бюджет? Покажите, пожалуйста, вот эту платежку на 115 миллионов, что вот эта супердружественная компания из Красногорска, у которой прикупили эти елочки, что она все-таки вернула в бюджет Башкортостана эти 115 миллионов рублей. Будьте добры, успокойте людей, к Новому году хотя бы. Ну, вот очередное, значит, антиконкурентное соглашение. Хотя, конечно, надо бы называть вещи своими именами. Это абсолютная коррупция. То есть вот с елками, например, когда там чуть ли не в шесть раз была завышена цена, и все прекрасно об этом знали, почему, управ делами Хабирова, тот, кто заключал этот контракт, тот, кто его оплачивал, подписывал и прочее, почему этот человек до сих пор не под следствием, или почему он не в СИЗО, чтобы исключить возможность заметания следов. Вот это для меня непонятно. Куда смотрел тот же Следственный комитет, куда смотрел ФСБ и прочее. То есть вот теперь карта ОЛГА, а там деньги покруче будут. Там деньги покруче будут. И процентики, которые срубаются с этой карты ОЛГА, судя по всему, как-то не очень правильно, да, антиконкурентно срубаются вот эти процентики. Это не 115 миллионов рублей, это значительно большие суммы, которые регулярным потоком поступают на счета вот этих организаций, которые контролируют карта ОЛГА. И это большой, жирный, тучный бизнес, который, как выясняется, заключен не по всем правилам и не по всем законам Российской Федерации. То есть надо заниматься, надо расторгать договора, нужно туда влазить, смотреть, какой нанесен ущерб. Пожалуй, что это, ну, такой вполне себе адекватный повод для возбуждения уголовного дела и выяснение, кому это было выгодно. Потому что любое движение команды Хабирова это всегда интерес и выгода. Вот теперь карта ОЛГА. Завершился суд над Рамилёй Саитовой. Я намеренно не заострял внимание на этой теме. хотел дождаться решения суда, и вот теперь это решение есть. Три года колонии-поселения получила Рамиля Саитова за два ролика в Ютьюбе, в которых она, по мнению суда, ну и как теперь утверждается в приговоре, в которых она проявила там межнациональную рознь и какую-то религиозную агрессию, недопустимую и так далее, и так далее. Значит, напомню, что она там в одном ролике она приставала на улице к армянским девушкам, вопрошая, что они тут делают, и почему у нас так много армян на улицах Уфы. А во втором ролике она, судя по всему, я его не смотрел, но читал описание его в судебных документах. И вот, судя по всему, в втором ролике она призывала к демонтажу поклонных крестов, которые во множестве стоят по республике Башкортостан. Ну, не буду комментировать решение суда в том смысле, что, ну там, в смысле его там суровости, адекватности, неадекватности, но отмечу, что у Рамилы Саитовой сейчас появился замечательный шанс выйти на свободу прямо сейчас, потому что она отбыла уже ровно год, то есть 4 ноября 2020 года ее арестовали и поместили в СИЗО, и с тех пор она ровно год пробыла в СИЗО. Год в СИЗО будет зачитан как два года в колонии-поселении. Из трех лет два года ей зачтут, и, соответственно, она уже получает право на условно-досрочное освобождение, если она пишет об этом ходатайство, и если суд сочтет возможным ее отпустить. Как бы, ну, есть такая перспектива. И тут такая дилемма, либо Рамиля Саитова дальше будет как бы в позиции борца с кровавым режимом и не попросит его о снисхождении, соответственно, год отбудет в колонии-поселении и выйдет потом как бы от звонка до звонка, как это делает Айрат Дельмухаметов, либо она попросит о снисхождении, выпустит и при этом поместят под надзор, и, соответственно, она не сможет дальше, по крайней мере, в активной форме заниматься тем, чем она занималась до этого. Я не даю оценок деятельности Рамиле Саитовой, потому что, ну, по моему личному убеждению, это не тот путь, который необходимо избрать там и башкирскому народу, и вообще жителям Башкирии в борьбе с теми непорядками и несправедливостью, которые существуют вокруг нас в изобилии. Но, с другой стороны, год в СИЗО за такие вот слова, которые, ну, звучали от нее, ну, как-то немножко мне казалось всегда этим, это избыточно. В общем, вот такая история. Теперь будем ждать. Посмотрим, какая будет реакция со стороны защиты. Возможно, они подадут апелляцию и попробуют снизить этот срок до двух лет, и тогда Рамиля выйдет на свободу вообще просто по окончанию отбытия срока. В общем, посмотрим. По крайней мере, хотя бы этот суд завершился. Редактор субтитров А.Семкин